Я на CodeFest познакомился с чуваком, который реально использует SIFSER у тебя на продакшене. Немножко пообщались, но, в общем, я тоже решил изучить вопрос и, собственно, хочу поделиться с вами, чего я накопал. Для начала, ну да, я расскажу немножко про язык, как он развился в то, что сейчас есть. Покажу, какие есть там фреймбургки и что у меня из этого получилось. И немножечко будет примерчиков. Что такое SIFSER? Это строго типизированный язык, у которого есть вывод типов, что очень важно, помимо, собственно, самих типов, самой системы типов, также он безопасный, то есть в нем должно быть сложно выстрелить себе в ногу, и быстрый. Вот это вот простыня текста с самого сайта Swift.org, но я хочу показать вам этот слайд только потому, что здесь делается акцент вот на той вот нижней строчке, что Swift должен быть выразительным, и что код на Swift можно прочитать как книгу, точно так же, как Objective-C, но только не запинаясь о квадратные скобки Objective-C. Ну и, в общем, Swift выглядит очень лаконичным. Примерчик. Здесь я вам хочу показать чуть-чуть базовый пример, что такое система типов и как она вам помогает в работе. Например, если у вас есть функция, которая принимает на вход обязательно строку и возвращает там что-нибудь другое, то вы не можете в эту функцию передать не строку, и компилятор просто вам скажет, что извини, брат, я не буду тебе это собирать, запускать, у тебя вот здесь ошибка, поправь ее, пожалуйста. У нас просто в последнее время очень много всяких тайпкастов на нашем веб-сервере, и очень много ошибок, типа, не могу, это не STD-класс, и, в общем, что-то там в PHP-шечке с типами не очень, и нам грустно от этого. Было бы прикольно, если бы у нас была бы на веб-сервере в том числе система типов, которая бы проверяла, что программа валидна, а нельзя было припризовать к строке число или тем более как в JavaScript-ке вычести строки число. Другой пример. У нас есть optional, как first-class, сущность в языке, и они, в отличие от Java, например, где это отдельный объект, они вот встроены в виде такого синтаксического сахара, в виде типа с вопросиком. То есть try-convert здесь, на самом деле, вот как я показал, это double с вопросиком, это значит, что optional, а double, то есть он может быть либо double, либо nil. И в случае, если я хочу его как-то заиспользовать, например, вызвать какой-нибудь метод у этого числа, то мне нужно указать вопросик перед самой операцией. В таком случае она либо сразу вернет nil, если объект nil, либо выполнит операцию и присвоит результат, куда мы там его хотим использовать. И вот в данном случае use it тоже имеет тип double вопрос, потому что результат тоже optional. конечно, это можно, например, отключить, если использовать другой синтаксический сахар, восклицательный знак вместо вопросительного знака. Это фактически утверждение, что дружище компилятор, доверяй мне, я знаю, что я делаю, здесь всегда будет double, посчитай мне, пожалуйста, выполни эту мне операцию. В общем, эта штука совершенно не напряжная. В принципе, есть еще третий вариант, когда тип ты объявляешь сразу вместе с восклицательным знаком. То есть там может быть nil, могут быть не nil, но компилятор тебе слова не скажет. То есть ты можешь это использовать, можешь не использовать, но если не используешь, ты сам себе сделаешь плохо. Это очень удобный инструмент, и он нигде не напрягает. Посложнее пример. Как я сказал, в языке очень много конструкций, которые позволяют не выстрелить в ногу. Я бы начал с примера if-let, он самый снизу. То есть результат конвертирования строки в double, в общем-то, это optional, потому что там в строке может быть что угодно. Поэтому double от input это optional, то есть double с вопросом. И flat мы проверяем. Если мы можем присвоить в это переменное значение, и оно не nil, то тогда мы заходим в тело блока. И, соответственно, какие-то операции над ним выполняемся. И что примечательно, внутри тела double тот уже не optional, то есть его можно использовать без каких-либо... Ну, логично, правильно. Потом есть операция guard. Она вот чуть-чуть повыше. Она фактически должна проверять всякие edge-кейсы или early-exity из вашего хода выполнения программы. И у нее есть семантика, что внутри блока... То есть guard проверяет, если все хорошо, то он просто продолжает выполнение дальше вместо себя. Но если что-то пошло не так, например, input count — это длина строки, допустим, если она меньше либо равна 2, то тогда он зайдет в else-ветвь. И есть семантика, которая проверяет, что ты обязательно выходишь из else-ветвь. Например, можно кинуть exception или сказать return. Ну, то есть каким-то образом покинуть, завершить выполнение этой функции. У guard также есть вариант с guard.let, когда мы можем присвоить что-нибудь, и все дальнейшее выполнение программы будет видеть какую-то перемену, если она выполнила синий nil, либо, если она, допустим, nil, то он снова зайдет в else-ветвь и потребует завершения здесь выполнения. Также есть и у if.let и guard.let, например, вариант if.case и guard.case, это просто pattern matching. Там все, что угодно, позволяется на самом деле. Еще очень удобная конструкция, которая, к счастью, редко используется, в смысле, нами редко используется, потому что у нас таких частей очень мало. Когда мы, допустим, должны захватить какой-нибудь очень важный ресурс, там, например, порт открыть или, не знаю, файл открыть, как-то заблокировать его, лог-файл создать или еще что-нибудь, то мы можем, собственно, это сделать и объявить специальный блок defer, который выполнится тогда, когда эта область видимости закончится существование. То есть, например, мы вышли вот внизу по return tree, или мы здесь вышли по return, или мы там выкинули exception. В любом случае то, что написано внутри defer, оно выполнится, и вы никогда не оставите какой-то там мусор за собой, например, заблокированный там файлик на файлухе или еще что-нибудь. В общем, у нас есть много всякого разного. Кроме того, мы можем использовать, если хотим, там, функциональный стиль, хотим OOP-шный стиль, что угодно. У нас очень популярны миксины, которые делают protocol-oriented programming. У нас есть, ну, Pattern Matching сказал, а, есть всякого рода дженерики. Причем дженерики очень прикольные тем, что я могу даже создать миксинг к конкретной реализации какого-нибудь дженерика. То есть, например, массив — это дженерик, у нее есть шаблонный тип, допустим, элемент массива, да, я могу сказать, что я хочу сделать миксинг к массиву из интов только или каких-то массиву из бизнес-объектов, чтобы операции какие-то объявить, которые будут иметь смысл только когда я общаюсь с коллекцией вот этого типа. И компилятор будет это проверять, то есть он вам не даст выполнить, например, эту функцию на массиве какого-то другого типа и так далее. Причем можно на дженериках создавать там еще одни дженерики, поверх них уточнять какой-то тип, какой там будет, или наоборот делать более общим, и много чего другого. Вот такой у нас примерно язычок, очень удобненький. И нам его выдали примерно вот в 2014 году, когда была ВВДЦ, в июне Apple анонсирует, что вот мы тут, оказывается, свит пишем, будет новый язык, и пошло-поехало. Через год они выпустили новую версию 2.0 и объявили, что в конце года она станет open-source. И так действительно и произошло. У меня тут PIN немножко съехал, на самом деле, она там вот в декабре в конце. 2.1, по-моему, тогда была уже версия. Она за open-source, и, собственно, самое приятное, что было, что они просто выложили всю историю Swift'а, и видим, что Крис Латнер где-то вот там вот в июле 2010-го начал писать, дизайнить этот язычок, и он уже активно развивался там в течение двух лет. И за это время, когда вышел он в open-source, они сразу объявили, что они будут поддерживать Linux, и начали появляться всякие разные open-source фреймворки, доступа для базы данных, файловая система, универсальный доступ, и так далее, и тому подобное. И вылезло несколько веб-фреймворков. Самые... ну, до сих пор еще живут более-менее их четыре. Это Perfect, Vapor, Ketura и Zewa. И они развивались примерно вот так вот, по таймлайну, если смотреть. Ну, как мы видим, Zewa, оно там что-то затух. У них очень давно не было какой-то меняемой активности, а остальные более-менее развиваются. И вот в Vapor, Ketura прям постоянно клепают какие-то релизики, фичи добавляют. Если сравнить это все еще с тем, как развивался Swift, то это было вот примерно так. Я тут, конечно, наинжинирил, ударился в PowerPoint presentation и нафигачил всяких палочек. Надеюсь, не сильно сложно. Ну, полагаю, первый вопрос, который вас будет интересовать, это... Что с производительностью? Производительностью примерно вот так. Здесь отсутствует PHP, потому что он там вообще где-то внизу. Java тоже там же. И утверждается, что Perfect был быстрее год назад. То есть вышла, во-первых, за это время Swift 4-й версии, который достаточно внушительно поменялся там. Плюс вышел новый Vapor, в котором они переехали на Swift Neo. Он похож на эти... В общем, не блокирующийся, а примерно так же, как Java Noda работает. Старается по минимуму блокировать, чтобы просить систему сообщить ей, когда можно, например, отправить в сеть или прочитать диск без задержек. Вот. И вышла Китура. И с нетерпением ждем новый бенчмарк. Надеялся, что он выйдет этим летом, но что-то не подошло. Ждем новый. Как еще можно сравнить 4 липы с GitHub? Кто мне скажет? Количество. Черт побери, да, об этом я не подумал. Я, конечно, подумал про звездочки сначала. Ну, тут дела лучше всех, как видим. А тут у меня без сортировки. Это любая сортировка случайно. Что еще? Что еще как можно? Можно сравнить... Идея нет? По комьюнити можно сравнить. Ну, у Perfect TV про там куча всяких пользователей. У IBM есть IBM. Ну, то есть, в смысле, Китуру делают в основном IBM. И они, кстати, очень сильно задружились с Eplom. IBM-щики постоянно участвуют в ВВДЦ. Там какие-нибудь разные докладики делают про то, про все, как использовать Китуру. Ну, в общем, молодцы ребята. Говорят, что у них даже есть какие-то сервера там на Свифте. В общем, ребята двигаются, им Свифт нравится. Еще можно сравнить по тому, на чем написаны эти фреймворки. И, ну, понятно, у всех есть Свифт, но у многих также есть еще C, как внушительная часть, например, веб-сервер или там очень много крипто-части. И утверждается, то есть я не смотрел в каждую часть этого преймворка, но утверждается, что Vapor, он прям на 99% из Свифта состоит, и там из C-шного практически ничего нет. Ну, то есть потому что они используют веб-сервер Eplovsky, NIO, и, ну, то есть они по максимуму прям все-все-все на Свифте пишут и стараются, чтобы это было... Чтобы Свифтовый компилятор проверял валидность, безопасность и так далее. И на самом деле именно Vapor я и выбрал в качестве фреймворка, на котором я буду писать. Но не потому что вот у него вот именно эти преимущества над другими, а потому что я попробовал на каждом из фреймворков написать, ну, минимальный REST с одним ресурсом. И здесь я, ну, во-первых, мне больше всего понравился лаконичный API, а во-вторых, я там говорил меньше всего VTF в 10 минут. И, ну, в общем, было дело, сейчас я об этом расскажу. В общем, все, казалось бы, вроде как должно быть хорошо, но потом начинается опыт. И он начинается прямо вот прямо в самом начале. Везде есть вот какие-то всякие разные кодки, которые, ну, на самом деле, конечно, езде не мешают, как на тачке, вот. Но тут не смог какой-то гид-репозиторий создать, хотя на самом деле там все было. Ну, как бы, да, это странная такая проблема, чтобы сломаться, ну, да. Где это? На своей тачке, но у меня просто, да, тут как бы моя особенность тоже есть, что у меня нету global username, я для каждого проекта отдельно завожу, потому что там гитхабы, работа, гитхабы, работа, внутренний gitlab, там что-нибудь, мой домашний внутренний gitlab, там еще что-нибудь. Ну, в общем, неудобно. Я, на самом деле, не очень знаю, как это видно с заднего ряда, я на всякий случай еще подготовил слайд с черным, но, похоже, тут вам совершенно ничего не видно, да. Так это вижу я, а вот это я, ой, а вот это я сделал специально для вас. Ну, в общем, что вы получаете, как только начинаете проект на Свифте? Вот это аналог вашего package JSON. Тут я совсем чуть-чуть зависимости воткнул. Ну, самая большая из них это Vapor, который там в себе требует, ну, веб-сервер, криптолибы, вот это все. И там слева видно список сбилженных зависимостей, их 39. Кто бы говорил, на ноде все равно там сразу полторы тысячи и гигабайт места кушает. В общем, да, я напоминаю, что здесь сразу веб-сервер производительный, и все там криптолибы, ТЛСы, все-все-все сразу здесь есть, поэтому их там действительно зависимостей много, а, да, плюс еще база. Но как бы они достаточно хорошо разделены, и они, их может быть много, но они не очень большие. Работает как бы все равно быстрее, чем на ноде, я же знаю, я пробовал. Ладно, внутри, внутри, что внутри? Внутри все, как у всех, то есть у вас есть там какой-то роутер, какие-то там middleware, то есть реально вы все пишете точно так же, как вы привыкли, допустим, на ноде или на PHP-шечке. Натурально все, как у всех, контроллеры, middleware, вот это все. И как бы... Конечно, я могу тебе потом свой проект показать, плюс... Я, например, не инстанцию на тролле, это не фреймворк, это какая-то библиотека, это для роботеки. Ну, возможно, это даже лучше, чем фреймворк, если у тебя библиотека легковесная. Ну, в общем, я тебе могу потом ссылки дать, там в интернете полно всяких различных примеров, ты можешь выбрать себе на свой вкус. В общем, за пять минут мы можем накидать какую-то простую схемку и получить работающий веб-сервер. Ну, почти работающий. На самом деле, там все равно есть подводные камни, и я столкнулся с несколькими, и мне они все показались достаточно смешными. Swift Package Manager, конечно, все еще немножко сыроват, он чувствуется... Точнее как, он нормальный, но как только над ним начинает работать еще Vapor, временами происходит что-то странное, и Vapor прямо в своей ридмишечке пишет, что, ну, если у вас что-то пошло не так, попробуйте, короче, сначала clean, потом уже только что-нибудь. То есть это не, допустим, какой-нибудь гиб, который прям железобетонный, он все там собирает, проверяет, что вот здесь действительно была инкрементная зависимость, вот здесь что-то не было. То есть где-то там есть маленькие бажули, и иногда инкрементальная сборка что-то как-то не очень работает, поэтому иногда приходится нажимать clean. И еще есть всякие проблемки с доступом в непопулярные базы данных. То есть я использовал SQLite, потому что, ну, мне так удобнее для моего маленького приложения, мне не нужно там поднимать целый постгресс, там, мускуль, все что угодно. Мне удобно создать маленькую SQLite-овую базу. Как оказалось, именно SQLite почему-то его обошли немножечко стороной, поэтому я когда попытался застерилизовать бул-значение, оно, значение само где-то потерялось, и у меня база сказала, извини, у тебя нет моего значения. В общем, я помучился, помучился с этим, я там попытался разобраться, в одном месте починил, а во втором месте не смог, и, в общем, подумал, нафига мне вообще эта ORM-ка. И выкинул ее нафиг, поменял там на более простую абстракцию, которая просто мне базу данных предоставляет более удобный вид. В общем, из всего окружения, вот те части, которые там, допустим, писали какие-то хипстеры вейпоровские, вот они как-то иногда чувствуются слабенько. То есть оно выглядит красиво, да, и этим удобно и лаконично можно работать, вот, но местами вот случаются странности. А вот то, что написал Apple, реально, как бы с этим у меня проблем не было, вот только с SPM, что иногда инкрементальная сборка не очень работает. Самая большая подстава меня ждала, конечно же, у нас. Я в какой-то момент просто перестал, точнее, не смог зайти на документацию, но, конечно, это тоже в одну строчку консоли исправилось. В общем, о чем у меня, собственно, приложуха, на самом деле это еще не демо, приложуха о том, что у нас тут куча девайсов, и они что-то разряжаются, и некоторые разряжаются очень быстро. Я, на самом деле, уже давно, в прошлом году писал программку, которая делает, ну, то есть, которая девайсы заставляет общаться между собой. У нее не было абсолютно никакого веб-сервера, но оно требовало конфигурить каждый отдельный девайс, какие девайсы он слушает, каким он отправляет, чтобы было неудобно. Сейчас я вот попробовал сделать бэкэнд, который бы хранил мне текущее состояние девайсов, мог бы показать его историю, чтобы я понял, что вот этот девайс, он быстро разряжается, а вот тот прям за два дня. И оказалось, что у нас таких действительно есть парочка, за которыми прям нужно следить-следить. И на них просто я их зарядил, выключил, и сейчас еще наклею наклейку, чтобы их тоже, если используют, то заряжали, выключали, и все. А самый классный девайс – это вот iPad mini, он может жить неделями. Это вот здесь его, на самом деле, используют активно более-менее. То есть, как минимум, там, разочек в день или чуть-чуть, ну, или, не знаю. В общем, когда его не используют, там просто за всю неделю прямая линия на 100%. Все нормально, у нас интерфейс повернется. Как это управляется на бэкэнде? Ну, то есть, как вы могли заметить, тут не только название девайса, но еще также комната, в которой он лежит. Я это определяю по ближайшей базовой станции. Ну, и, соответственно, у меня есть две сущности. Это лог, о том, сколько, ну, там, батарейка, где он лежит и так далее. И маппинг bssid-шки в комнату, в которой он лежит, чтобы я мог, допустим, какой-то вот набор MAC-адреса базовой станции преобразовать во что-нибудь понятное, типа big room или address room. Собственно, да, я могу создать запись о том, где девайс находится, могу получить историю девайса, могу получить овервью по всем девайсам, ну, и, да, получить все маппинги Wi-Fi и новые создавать, в общем, менять. А теперь, прежде чем я перейду к демо, я еще скажу, что я попробовал это в том числе на Debian 9. Там завелось совершенно, ну, почти беспроблемно, то есть мне нужно было просто поставить APT, где там всякие зависимости, типа там кланк, криптолибы, то есть SSL-ку, либо SSL, тот, который в репах, еще немножечко там CMake, там, ну, совсем немножко зависимости, и как бы SQ Lite, там, и все, практически сразу заработало. Мне это прям очень понравилось, и оно действительно работает. Я также пробовал это ставить не на стретче, а на восьмом Debian, там есть проблема, нет, наоборот, на девятом SSL уже 1.1 версии, либо SSL, и поддержка версии 1.1 еще не в каждом слое инфраструктуры есть, то есть в Neo уже есть, а вот в Vapor еще не все есть, поэтому я просто поставил чуть-чуть 1.0 на SSL на стретче, и все заработало, а на восьмом Debian, то есть все прямо из коробки заработало, и очень прикольно. Я также еще пробовал на Ubuntu, ну, как бы там тоже просто несколько аптгетов, и ваша Swift серверная приложуха работает теперь не только на MacOS, но еще и на Linux, что очень приятно. Кросс-компиляции никакой не было, использовал. Бинарь Swift-компилятора, и по-честному собирал свою приложуху прямо в виртуалке на Debian. Можно, в принципе, собрать Swift с нуля, но просто это достаточно ресурсоемкий процесс, он такой развесистый все-таки, и, ну, в общем, я это не смог за вменяемое время сделать, там еще памяти надо тоже немало. Ну, такие демо. Ну, и не то. Здесь натурально все прямо как на ноде, то есть есть просто приложуха как-то описанная, что вам там нужен такой-то конфиг, какие-то сервисы, собственно, такой аппликейшен у вас будет. Сервисы вы там тоже сами конфигурируете. А, нет, не тот файлик. А, это не тот, простите. Конфиг, конфиг. Это так, это все дефаутно. А, надо же вот здесь переключить. Вот, конфигуре. То есть вы там создаете какой-то себе роутер, который вам больше нравится. Ну, можно использовать те, что поставляются во фреймворке. То есть вы не обязательно к ним привязаны, вы можете заменить на другой. Можно там свои middleware хоть для статических файлов, хоть для авторизации, хоть для чего. К счастью, так как у меня приложуха работает здесь, внутри нашей сети, мне не нужна никакая не авторизация, ничего подобного. И даже с базой я ее тоже создал как сервис. То есть я не устанавливаю новое соединение из каждого запросика, естественно. У меня есть... То есть в идеале тут должен быть пул запросов. И сначала так и было, но я потом выкосил все лишнее, потому что у меня там, извините, сколько, 12 пользователей в час, да, приходит. То есть приложухи как? Они раз там какое-то время пробуждаются, отправляют информацию о себе и прячутся, прячутся, засыпают снова. Вот, и получается, что 15 девайсов в час сходят в приложух, поэтому тут можно вообще без пула коннекшенов. То есть я просто подключился к базе и объявил ее как сервис, доступный во всем приложении. Ну, да, естественно, у меня есть какие-то рауты, которые я точно так же описываю, что у меня здесь есть по ключу девайсы, потом должен идти девайс ID, что на самом деле тип данных, который привязан к строке, и он будет использоваться как параметр. И потом, то есть девайсы, ID-шка девайса и логи. И есть хендлер, который это обрабатывает. То есть в данном случае это log-контроллер-индекс. Здесь, что очень интересно, это SQL-запрос. То есть я его тоже не хочу писать как строку. Я хочу, чтобы компилятор мне валидировал, что такая там табличка есть, что такие поля есть, что я правильный тип использую при доступе к этим полям. И, по сути, вот посерединке это именно оно и есть. Я использую asset, я просто себе сделал шортхенд для длинного названия таблички, которую я зачем-то такой длинный создал. и просто говорю, что вот у меня есть такая-то табличка, я хочу ее пофильтровать по полю ID-шки, я хочу посортировать по таймстэмпу, чтобы были самые новые в начале. И все. Потом я полученные строки разбираю на свои объектики. И так как ID-шка уже участвует в строке, ну, в Query, я ее удаляю из моего объектика и просто отдаю обратно на сериализацию. И получается, что я сразу отдаю JSON-ку, в которой будет мой объектик. Собственно, если хотим, я могу еще показать, как это JSON-ка выглядит, но там реально ничего супер необычного. Собственно, давайте я это сделаю. А, да, это из дефаутного примера. Я везде, видимо, переименовал, там сверху видишь тайну класс лоб контроллер, а файлик, ну, файлик я что-то не заметил. Да, он все равно, нам как бы не нужно писать никакие импорты для отдельных файлов. Да, он видит модули. То есть мы объединяем файлики в модули, и когда ты подключаешь модуль, все публичные классы, функции, все что угодно ты там объявил, оно видно всему модулю. То есть тот, кто подключил модуль, он все это сразу увидит. Модуль — это фактически... Ну, смотри, первая часть модуля описана... Один команд, один... Описано в Package Swift, что ты вот там вот используешь тетозависимости, да, и что у тебя есть еще таргет под названием app. Вот. И, собственно, он у меня здесь включен, вот этот контроллер, в таргет app. Вот все, что я сейчас показываю в Xcode, в общем-то, это не обязательно делать в Xcode. Это можно делать точно так же на Linux, и можно просто запустить Vagrant, написать Swift, попадешь в Ripple, и там это все написывать. Либо создать файлик, в котором это все писать. То есть как бы для V есть плагинчики, вот это все, если хотите. Просто в Xcode мы можем сразу использовать наш любимый Xcode, чтобы, допустим, breakpoint поставить, сразу его обработать, или там, допустим, какие-то опции навесить на breakpoint, чтобы он только в нужный момент сработал и так далее. В общем, есть много всяких плюшечек, которые мы привыкли. Ну, там сразу еще performance утилиты, да. Мы же можем тесты навалять, там, отпрофилировать приложуху. У нас хороший профайлер есть. Нам просто сразу удобно, что мы можем использовать уже все знакомые инструменты для этого. Ну и как бы все, да. Я сейчас вам еще хотел показать, как выглядит, собственно, типа запросик. То есть я могу сделать какой-то get, получить историю по девайсам, и мне для маленьких экранов эта штука не очень предназначена, и мне придет JSON. Давайте ее посмотрим в привычном виде, без всяких вот диссерализаций. То есть там батарейка как-то приходит, таймстемпы, да, что я сейчас заряжаюсь или не заряжаюсь, ну и название. То есть название, в принципе, со временем можно просто поменять. Вот такие дела. Вернемся к презентажке. Да, как я сказал, это работает на Linux. В общем, в качестве заключения, конечно, мне понравилось писать штуки на сервер. То есть это на самом деле, ну, естественно, не сложно. Я и так это делал немножечко на вашем PHP-шечке и ноде. Просто теперь мы можем использовать типизированный, нормальный, солид язык, который типа проверяет и не будет сваливаться с undefined из-нато function или object из-нато стд-класс. Ну, теоретически может. Но там этого у меня нигде не было. Внутри веб-сервера, внутри вейпора мы все, что может свалиться, оно помечается как throws, то есть оно может выбрасывать исключения. И вы обязаны, короче, все свои важные места, там, не знаю, доступ к файлухе или еще что-нибудь помечать таким исключением. И, в общем-то, если у вас что-то пошло не так, то есть основную проблему словит компилятор, потому что он скажет, извини, у тебя здесь объект никого типа, или ты забыл проверить на NIL, или ты забыл еще это сделать. То есть такое бывает вообще редко. Но когда бывает, ну, просто exception сработает, он обработается фреймворком, выдастся ошибка, что, там, допустим, HTTP 500, если ты включил там себе, допустим, middleware для обработки ошибок, чтобы она это как-то выписывала клиенту, то, соответственно, ты можешь это еще отдать в какой-то, ну, более-менее понятный вид. То есть хочешь дебаговую middleware, которая тебе вообще все выдаст со стек трейсом, хочешь просто JSON-middleware, чтобы тебе привести твою ошибку, например, в какой-то твой бизнес, бизнес-представимый вариант, там, с JSON-чиком и так далее. Ну, естественно, ты можешь контролировать статус-код, напишешь там 400 или сколько тебе нужно. Вот. В общем, писать на Swiftie Server вполне себе удобно. Ну, когда особенно порешал всякие мелочи, типа, здесь у тебя что-то база не стерилизует, и там что-то произошло, становится реально приятно. Swift сам, ну, как мне уже было известно, это очень удобный для написания язык. Как бы в Swiftie все хорошо, в окружении чуть-чуть нехорошо, что, ну, вот у Vapor есть проблемы там, проблемы сям. Кажется, что только части, написанные пломб, работают офигенно, а все остальное какие-то хипстеры писали школьники, не знаю. Вот. Ну, и, в общем, у меня такое мнение, что REST для конкретно моей задачи не очень хорошее решение оказался. То есть я в прошлый раз рассказывал про real-time базу данных, и, возможно, для вот таких малюсеньких девайсов, таких вот приложушек, которые все между собой шарят, это было бы куда более приятно и удобно, что не нужно было бы там по REST-у куда-то ходить. Я, в общем-то, тогда бы смог даже офлайн делать, ну, сразу у меня было из коробки бы поддерживался офлайн, что я могу в офлайне сделать запись о том, какой Wi-Fi я был, сколько у меня было заряда, а потом, когда связь появилась, тогда он отправил, засинкал все, и полная история снова есть. И в итоге, мне кажется, что, ну, Swift на сервере – это просто инструмент, просто дополнительный инструмент, который вы можете выбрать для того, чтобы писать надежные приложухи на удобном языке. Просто дополнительный инструмент в вашем наборе инструментов. Что можно попробовать? Если есть iPad, то можно скачать приложуху Swift Playgrounds. Это такая обучалка уровня лого миров, но в 3D. То есть, в принципе, там ребенку можно дать поиграть самому, в принципе, там разобраться тоже элементарно все просто. Базовым конструкциям. Я, кстати, не помню, обещали, что она будет доступна на большем количестве языков, но я не проверяю. У меня, во-первых, ни iPad личного нет, да, ни интереса к изучению через лого-миры. Вот, то есть я как бы Swift и так знаю. В принципе, ну, это один из способов. Можно, у нас сейчас у всех маки, не пожалейте, там, 10 гигабайт поставьте Xcode. Тогда, ну, во-первых, у вас сразу появится и справка, там, инструменты удобные. И попробуйте написать какую-нибудь скриптовую маленькую утилитку для себя, прямо в Макоси, даже без Linux на первых парах. Или малюсенькое приложение на iPhone. Это как бы на самом деле не сложно, это просто и удобненько. И я думаю, что на этом я готов поотвечать на ваши каверзные вопросы. И всем спасибо. Добавляй там пупсиков. Серега, процесс коридата, ну как о шоке. Я, знаешь, был бы рад. Тут есть маленькая проблема у нашей процесс коридата, что там есть часть вашей ответственности, часть нашей ответственности. То есть вы должны вашу базу представить в каком-то нашем вот среднем формате, да, вы и так это делаете. А потом нам надо из этого формата уже в нашу базу запомнить. То есть как бы понятно, что за нашу базу должны быть ответственны по идее мы, за вашу должны быть ответственны вы. Но я сколько ни пытался погрузить весь компонент в голову, то, короче, мне неудобно писать на PHP. Я начинаю вообще на всякие элементарные ошибки, вот, PHP-шные натыкаться, в смысле, что здесь это нельзя, там нельзя. Так, я был бы рад, на самом деле. Можно разделить. Да, можно разделить, но вопрос, как вы будете, в каком виде вы будете представлять эти данные тогда. В общем, я согласен это пообсуждать, я как бы очень за. Мне очень идея нравится. Я смотрю на нее, прям потирая руки. Еще вопросики? А, про бенчмарки. Я могу скинуть ссылку. Нет, нет, я отвечу. Всегда нужно создать условия, когда тот, кто должен выиграть, он выигрывает, а остальные почему-то... Петр, в общем, задает вопрос о том, как был сделан бенчмарк, и я хочу сейчас открыть, собственно, ссылку с примером, точнее, здесь вот есть ссылка, я ее тебе потом скину. Там чувак описывает, как он делал этот бенчмарк, кто он вообще сам такой, и почему он это хочет делать. Почему нода среди вот этих вот феймворков здесь? Да-да-да, снисалось. Так нет, нода как раз это, чтобы было с чем сравнить, это понятно. То есть он взял то, до чего дотянулся из мира, который всем понятен, и рассказал о штуках, которые большинству в веб-мире непонятны. Поэтому, собственно, нода здесь и есть, чтобы было с чем сравнить. Ну да, про технику измерения здесь вот написано. Ну, конечно, у каждого из… ну, хорошо, не у каждого, но у Vapor, например, тоже есть свой инструмент для бенчмаркинга, но я его не пробовал, там у меня и без бенчмаркинга, собственно, оказалось кучу всяких проблем, граблей наступить, и написать эту приложушку. В общем, что-нибудь есть, мне они в моей задаче веб-сокете не нужны, но я видел среди доступных библиотеки, что веб-сокете там тоже поддерживаются, и можно о них писать. Хочешь, пожалуйста, используй веб-сокете, если тебе надо. Аудио-видео что? Ну, наверное, надо посмотреть. Хочешь, я Google открою сейчас? Я сама Google открою. Ну, просто если говорить о сервер-сайте, то… Дружище, у нас вот в нашем проекте, допустим, нету видео-аудио-стриминга на сервер-сайте, поэтому я не могу каждую задачу обсмотреть. Это предлагаю тебе, как домашнее задание, посмотреть, как там сделать на субте. А я буду рад услышать доклад такой от тебя, например. Демодируется, в смысле, где нет? Нет, как у вас делать? Потому что… Что, вопрос? Ты говоришь, что вести там хэп-плохо, просто это означает, что Мода, наверное, в третьем месяце этого всего, если он добавит дать спид, то синтекс, кстати говоря, очень похож, там, вот, цегардов и там что-то еще нету, но, в целом, типа, уводится, тоже все хорошо исправляет, в третьем месяце уже… Да, в трансляции не слышно, я повторю, что ребята замечают, что на ноде можно использовать не JavaScript, а TypeScript, и тогда, в общем, прикольно, что Microsoft делает что-то прикольное, да? И тогда получается, что есть то же самое, там, и вывод типов, и проверка все, и потом матчинг, наверное, даже, да? Ну, в общем, можно, если используете ноду, конечно, лучше использовать TypeScript. Действительно, я подтверждаю, что на нем как бы удобнее писать, и типы есть. Ну, там просто начинаются маленькие вопросы, как соединять то, что на TypeScript с тем, что на JavaScript. Но, в целом, это все реально. Он все равно в JavaScript. Ну, как бы, понятно, что он, да, в JavaScript потом преобразовывается, но хотя бы TypeScript нормально работает. Если вы хотите использовать EO, то есть, там проблем никаких не будет, то есть, если ты намеренно как бы не доверяешь... А, EO, это как в Haskell, да? Ну, типа того. А, круто. Ну, да. Это просто, как бы, такой заметка, что тем, кто пока на сайт не собрался, ну, допустим, пиш на ноде, это просто... Проблема вот и ноды, и, как я понимаю, вот того, видя там, print detection, всякие лылы, ссылки на гиткабы, твои патчи, то есть, к SQL-лайту, то есть, что проблема в том, что ни хера нет инструментов. То есть, вот сидеть, писать, видеть, поинворки сидеть, писать патчи к SQL-лайту, это вообще, то есть, ну, ты больше, а что дальше? Не, ну, на самом деле, давайте я немножко парирую про то, что патчи нужно самому писать. Мне очень приятно, что ты заметил в том пэкэйдж-свифте ссылку на мой гиткаб с моими патчами. Там, на самом деле, элементарнейший патч был. Чувак сделал приведение типов в доступе в SQL-лайтник, то есть, сериализация работала, а десерилизация, он что-то пропустил один тип int64, который я использовал. Я тупо его вот там в одной буквально строчке добавил, чтобы он был... Ну, опять же, можно идти ко мне на GitHub посмотреть, и как бы очень прикольно было. Видимо, количество пользователей пока есть настолько молодости, что будет страшно. Да, да, я согласен. Количество пользователей свифта на сервер-сайде действительно мало. То есть, мало того, что, ну, понятно, какой уважающий себя PHP-шник будет изучать какую-то систему с какими-то типами, когда он может еще парочку сайтиков заклепать за это время. Ну, да, то есть туда переходят в основном те, кто уже писал на там свифте или Objective-C, понимают, насколько, ну, где это удобно, как это можно использовать. И, конечно, таких людей немного. Вот у нас в конторе вас всех вебщиков много, а нас тут айфонщиков не так много. Поэтому, ну, да, нас тут чуть поменьше, ну, ничего, не волнуйтесь, сейчас будет появляться все больше мобильных девайсов. Как бы сайтики, они существовали достаточно долгое время, а мобилки, они только вот последние 8 лет так набрали обороты. Так что все будет, все будет, всем хватит. Ну, в общем, спасибо вам всем, что послушали, спасибо за вопросики. Спасибо.